Наш образ жизни, наш образ мыслей, то, чем мы наполнены, это или продлевает нашу жизнь, или укорачивает нашу жизнь. Я хотела бы сегодня ободрять вас, потому что в нашей жизни были и будут еще очень много трудностей. Но трудности в жизни, большинство из них, они, знаете, ожидаемы. И умение решать задачи, умение жить вот в это непростое время, друзья, в это интересное время, это и демонстрирует то, насколько мы с вами взрослые. Знаете, человек, он может быть совершенно взрослый по возрасту, имея определенный опыт в жизни, но совсем не готов к решению абсолютно никаких вопросов. И если держаться за Господа, и если полагаться на Господа, и если знать все-таки Слово Божье, то можно быть подготовленным к решению тех или иных задач, которые возникают с нами в нашей жизни. Я знаю достаточно таких людей, которые приходят на прием к врачу, и когда врач обследует их, находит в них какую-то болезнь, человек начинает обижаться. Он начинает обижаться на врача, и он начинает говорить, нет, это неправда. И вот я хотела бы сегодня дать небольшую статистику по одному очень неизлечимому заболеванию, которое передается половым путем. Ну, например, из 100% людей, которые обращаются к врачу, меньше 50% возвращаются и становятся на учет. Остальные 50%, можете себе представить, 50% людей, они живут с этим чувством отрицания, что у них нет этой болезни. Они продолжают жить, ходить и заражать других людей на этой земле. Но это абсолютно не значит, что внутри тебя нет никакой болезни. Точно так же очень многие люди, они живут с таким же чувством и заражены другой болезнью. Это грех. И внутри них есть грех. И даже когда они встречаются со Словом Божьим, да, они знают правду, что так делать нельзя. Но что толку, что ты живешь с этим чувством отрицания, что да-да-да, да-да-да, я отрицаю. Однажды эта болезнь, она тебя убьет. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы вы не были похожи на таких людей. Бог настолько любит нас. Он всегда, желая помогать нам, желая уводить нас, чтобы в нашу жизнь не приходили большие проблемы, и мы с вами не совершали роковые ошибки, Он поднимает каких-то людей, Он дает нам особые сигналы, чтобы остановить, чтобы предупредить, чтобы спасти. Я говорю так, потому что так было и в моей жизни. Но игнор. Очень я часто вижу, есть игнор. Почему Иисус сказал, бодрствуйте, молитесь, пребывайте в Слове Божьем. Знаете, вот Ему делать нечего. Он хочет вас нагрузить. Он хочет вам дать вот такую огромную меру ответственности, чтобы вы ее не могли нести. Нет. Он хочет, чтобы вы прожили эту жизнь осознанно. Слышите меня? Осознанная жизнь. Почему у меня это происходит, или почему у меня это не получается? Потому что очень часто в жизни верующих людей есть игнор. А когда есть игнор, это как эта форма отрицания. Я отрицаю, но это ничего не значит. Игнор в твоей жизни, когда ты пропускаешь определенные сигналы, которые Бог тебе дает через Слово Божье, через проповедь, через молитву, через поклонение. Но игнор очень часто рождает роковые ошибки, которые нельзя потом исправить. Часто рождает слова, которые бы ты хотел сказать, но уже ничего нельзя изменить, потому что того или иного человека нет в твоей жизни. Но Бог давал тебе сигналы. Я верю в это всем сердцем. Поэтому, если, может быть, вы скорбите от потери родных и близких, я не верю, что Дух Божий не говорил с вами на эту тему. Но где-то вы внутри, в своем сердце игнорировали это слово. Вы включали игнор и говорили, а потом я успею. И потом ты живешь с этим чувством вины всю жизнь. Но я точно знаю, что Бог так не планировал. Итак, духовная зрелость или незрелость, как она проявляется? Позиция, знаете, вот, которую я заметила в жизни у многих христиан. Они находятся в церкви только лишь по одной причине. Потому что они боятся ада. И если бы не ад и не существование ада на этой земле, то я бы на этой земле жил бы так, как я хотел. Мои наблюдения, знаете, о чем говорят, что такие люди, которые приходят в церковь только лишь потому, что они боятся ада. Я вообще назвала таких людей, это христианский минимализм. Они, как правило, ничего в этой жизни не достигают. Таких людей можно охарактеризовать как людей, которые не хотят брать ответственность. Они приходят в воскресенье. Но если твоя мотивация только лишь в том, что ты боишься ада, это плохая мотивация. С такой мотивацией дружбы с Богом быть не может. Есть другая категория людей, которые хотят попасть в рай. И они, подобно бабочкам, порхают каждое воскресенье, улыбаются, потому что они знают, что вечная жизнь, она их ждет, она впереди. Она им обеспечена. И, как правило, такие верующие, они живут свою интересную христианскую жизнь на минималке. Какой-то минимум надо еще? В воскресенье прийти? На домашнюю группу? А ну хорошо, я подумаю, если я боюсь ада, ну, наверное, я приду или не приду. Люди, которые восхищают вас в Священном Писании, люди, о которых вы готовы говорить часами, и то, что вы как-то считали, и вы там, о, 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 вас захватывает. Знаете, это какие люди? Их характеризуют, что они берут ответственность за себя и за жизни других людей. И отрицательные герои – это те люди, которые ответственность никакую не берут. Поэтому простой элементарный вывод сегодня, который бы я хотела сделать вместе с вами, что зрелый христианин – это тот, который берет ответственность. С таким человеком Богу легко, и он с ним готов подружиться. Я молюсь сегодня и желаю вам, чтобы вы пересмотрели свою мотивацию и захотели подружиться с Богом и быть в близких отношениях с Ним. Когда я начала размышлять на тему зрелости, знаете, у меня нарисовался еще один такой образ. Люди, которые не могут брать ответственность. Я не говорю «не хотят», но на этой земле есть достаточно людей, которые не могут брать ответственность. Просто не могут. Они не могут смотреть за своей жизнью. Они просто-напросто инвалиды. И таким людям, как правило, нужен кто? Опекун. И вот послание к Галатам. Четвертая глава. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенным. Вот апостол Павел тоже поднимает вот эту тему, что есть момент в жизни, когда люди, они, ну, просто находятся в детстве. И они ничем не отличаются от рабов. Потому что, хотя это сын, но ему нельзя. Вот о чем я говорю. Вот у нас, например, много лет уже есть машина. И дети, когда они были маленькие, они очень сильно хотели водить машину. Ну, как вы думаете, Александр давал им машину водить? Давал. Но это была имитация. Знаете, он садил их, говорит, держись крепко за руль, давай рули. И они типа рулят, а рулят Александр. А им казалось, что они едут. Но это все было до срока, пока дети не выросли, не сдали на права. И когда человек сдал на права, да, он садится за руль. Что происходит в этот момент? Он берет ответственность. И если он на кого-то наезжает, он за это уже, друзья, братья, сестры, будет нести ответственность. Бог настолько возлюбил нас. Вообще, я хочу сказать, что Бог не планировал так. Что церковь полна людей, которые нуждаются постоянно в опекунах. Опекаются и опекаются эти люди. Опекаются. Все почему? Потому что они пока не растут. Но братья и сестры, так не должно быть. Почему все-таки ты и я не растем? Почему все-таки я? Зачем мне это? Зачем? Зачем я христианин? В моей жизни ничего не меняется? Третий стих говорит. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, то Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа, сына своего, вопиющего Ава Отче. Потому ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Вот, драгоценные, наш путь или наше призвание, куда Бог ведет. Вот сначала мы, младенцы, сначала мы вот эти инвалиды, которые нуждаемся в опекунах. Но момент, который должен наступить в нашей жизни, что мы должны с вами вырасти и получить откровение, что я сын и дочь Божья. И внутри меня должен присутствовать, преобладать этот дух усыновления, который мы взываем Ава Отче. Момент духовной незрелости, все-таки как он проявляется? Написано, что в детстве порабощены вещественным началом мира. То есть ты можешь себя просто тестировать по посланию Галатам и смотреть, на самом ли деле ты свободен от того, что тебя увлекало в детстве. Ну понятно, кого-то увлекали игрушки, жвачки, лов-ис, я не знаю, кто что собирал, кто марки собирал. Но на самом деле сегодня достаточно много таких людей, которым сорокет и сорокет уже. А лов-ис, из головы, все там же. Понимаешь, порабощены вещественным началом. Ну ладно, это человек, который не имеет отношения к церкви никакого. Но если ты в церкви, и у тебя все лов-ис. Или не лов-ис. У каждого свои какие-то, знаете, пороки. Ты можешь вот так и не созреть. Не для женитьбы, не для чего не созреть. Потому что ты все как ребенок. Сегодня психологов и такой есть. Инфантильный мужчина. Знаете, кто такие инфантильные мужчины? Это вот эти вот, которые в детстве ничем не отличаются от раба. Которые порабощены вещественным началом мира. И вот таких мужчин тьма-тьмущая. Главное, чтобы их не было в церкви. Время, проведенное в церкви, абсолютно ничего не значит. Ты можешь 10 лет ходить в церковь и 20 лет ходить в церковь. Но если ты внутри себя порабощен каким-то вещественным началом этого мира. И почему вот дальше, знаете, я когда читала и я посмотрела, он начинает говорить о том, что пришла полнота времени и Бог послал своего сына. Потому что иногда то, что Бог умер за тебя, это как-то так забывается, откладывается, убирается в сторону. И ты просто чем-то очень сильно увлечен. На что похожи некоторые христиане? Вот представьте, тебе нужно сдавать урок математики. И это самое важное в твоей жизни. Завтра экзамен по математике. И это правда. У нас экзамены, последний звонок будет у всех. И вместо того, чтобы тебе учить математику, ты вдруг принимаешь решение и говоришь, «Да что мне это математика? Я буду учить географию». И всю ночь учишь географию. И приходишь на экзамен, и тебе надо математику сдавать. А ты великий географ. Просто вот ты так себе решил. Понимаете, да, как выглядим иногда мы, когда на нас ангелы смотрят. Вы думаете, они ничего не видят? А написано, что пишется памятная книга. Дети, сыны, в конце концов, давайте разберемся с вещественными началами этого мира. Пусть это вас не увлекает. Это могло увлекать тебя, когда тебе было 9 и 10. Но когда тебе уже, извини, лет и лет, а тебя все увлекает, это большая-большая беда. Люди, которые увлеченные вещественными началами этого мира, это мирские христиане. И это незрелые христиане. И, как правило, когда что-то будет происходить в жизни мирских или незрелых христиан, они не готовы и не способны решать никакие задачи и не способны справляться ни с какими трудностями и вызовами в жизни. Поэтому Бог так возлюбил церковь, что много в церкви есть разных опекунов, которые опекают у тебя. Но все это должно быть до времени. Потому что, если мы будем с вами читать послание Иоанна, он говорит об этих вещах, что есть младенцы, есть отроки, есть юноши, а есть мужи совершенные. Это мечта каждого мальчика. Превратиться и стать мужем совершенным. Кто такой муж совершенный? Это человек, который берет ответственность, который воспроизводит потомство. Классный и влиятельный мужчина для своей жены, для своих детей. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Вы так любите, я знаю. Прочитайте, пусть обновится это в вашем сознании. Своего единородного, даже всякий верующий в него не погиб, но и вел жизнь вечную. Аминь. Классно. Есть еще одно место из Писания, что нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей. Может быть, для тебя этот стих абсолютно ничего не значит, но по факту Бог доказал свою любовь. И ангелы, они понимали, что если Бог полюбил творение Божье, Он за это творение берет ответственность. и что-то будет решать. Каким-то образом будет вступаться, чтобы Его любимое творение или то, кого Он так сильно полюбил, чтобы Он не погиб. И Он принимает, ну, наверное, самое тяжелое решение в жизни. Он отдает Своего Сына. И Он исполняет еще другую заповедь, тем самым демонстрируя каждому из нас возлюби Господа и возлюби ближнего. Если я кого-то люблю, я отдаю свою жизнь, я беру за кого-то ответственность. Друзья, и вот Евангелие от Иоанна 3,16 работает. Первое, благодаря тому, что Отец возлюбил Сына. Второе, Сын добровольно отдал Себя и отдал Свою жизнь для служения многим. И третье, почему сегодня до сих пор мы с вами сидим в церкви и читаем Евангелие от Иоанна. Потому что есть на этой земле люди, которые, услышав это слово, они откликнулись на Божий призыв. Они пережили это в своей жизни и сказали, если Бог взял за меня ответственность, если Бог помог мне, то я точно так же буду полноценным человеком и я возьму за кого-то ответственность. И из этого до сих пор благодаря таким людям строится церковь на этой земле. Церковь строится благодаря таким людям, способным брать ответственность. Люди, которые не умеют брать ответственность или не хотят брать ответственность, они ничего в этой жизни построить не смогут. Матфея, 22 глава. Брачный пир. Царь все приготовил, накрыл, пытается всех пригласить. А люди, они находят, ну, различные оправдания для того, чтобы не прийти. Пир наполнился возлежащими. И знаете, что произошло потом? Написано, что царь захотел посмотреть на гостей. Приходит царь и видит человека, который не в брачной одежде. И задает ему этот вопрос. Ты что? Все люди как люди. А ты не в брачной одежде. Точно опекун что-то просмотрел. Сказали ему, не годишься ты. Брачной одежды нет. Нет, выкинем мы тебя. Пойдешь там, где плачь и скрежет зубов. Не твое это место. Так вот, я когда размышляла, я увидела, что человек, который приперся на свадьбу в спортивных штанах, это был человек, который безответственный. Человек, который не взял ответственность за свою жизнь. Понимаете, да? Его на свадьбу пригласили. Вот когда тебя приглашают на свадьбу, как нельзя ходить на свадьбу? В спортивных штанах нельзя ходить на свадьбу. В рваных кроссовках, в грязной опуви нельзя ходить на свадьбу. Не приготовив себя, не одев хорошую одежду, не приготовив подарок, друзья, нельзя ходить так на свадьбу. Это грех так вообще приходить на свадьбу. Потому что есть ответственность. Есть хозяева, которые накрыли на стол, которые взяли ответственность. Есть жених и невеста, которые оделись. Есть церковь, которая платила цену. В конце концов, давайте о духовном. Были те, кто платили цену за то, чтобы этот брачный пир состоялся. А ты почему-то решил, что... А и так сойдет. И так я... Спасибо, скажите, что я вообще пришел сюда. Это очень-очень серьезно. И царь сам лично пришел и смотрел, в какой одежде кто находится. И у нас с вами, как у верующих людей, есть тоже своя одежда. И мы, конечно, не... Я не говорю о роскошных платьях сегодня. Я говорю об одежде, которые должны носить святые люди. Святые люди одеваются в весон чистый, праведность святых. Святые люди у них... Ну, другая одежда, у них пояс истины. Они не ходят голые. Пример такой. Девочка есть такая. И парни бегают. Штук 20. И потом эта девочка ну, рассмотрела одного и говорит, ну, пойду за тебя. Выходит замуж. И что происходит? Если человек безответственный, она будет жить вот с этим же чувством. Вот как ты бегал там за мной. Что там ты мне духи дарил, цветы носил, на руках носил, водил в кино там и то, и то, и то, и то. Продолжай за мной бегать. Если такая девушка вдруг не перестроится, у нее проблемы будут в семье. Парень тоже один ко мне подходит. Говорит, мне нравится ваша дочь. Я говорю, да? Хорошо. А ты готов за эту девочку взять ответственность? Я говорю, а ты знаешь, какими она духами пользуется? Говорю, в какой она обуви ходит? А вообще, говорю, самый простой вопрос. А где вы жить будете? А я еще не знаю. А я не думал так, как вы думаете. А я говорю, ну, подумай. И вот когда ты подумаешь и придумаешь, тогда придешь. Друзья, на самом деле так был разрушен институт семьи на этой земле. Потому что раньше секс, он был только в границах брака. Потому что секс подразумевает рождение детей. А когда пришла свобода от религиозного фанатизма, сказали, можно сексом заниматься, и детей не заводить. Можно аборты делать, и можно все, что хочешь делать. И сегодня мы с вами имеем разрушенный институт семьи. Я хотела бы сегодня с вами прочитать об одной очень интересной женщине. Хотела обратиться к моим сестрам. Что даже если ты сегодня одна, и у тебя нет мужа, я хочу сказать, это не порог. Это большое-большое благословение. Потому что иногда твоя жизнь, она может стать причиной проявления славы Божьей. И я тебе скажу так, как сказали об Иисусе. Об Иисусе сказали, чтобы о нем свидетельствовали, крестили и говорили, учили об Иисусе. И так же сказали о женщинах. Говорит, вот будете проповедовать, об этой вспоминайте. И об этой вспоминайте. Эта бедная вдова, которая принесла лепту, пожертвовала, мы сегодня о ней говорим. А почему она пожертвовала? Потому что эта женщина взяла ответственность. Она понимала, даже от моей одной лепты будет зависеть. полная будет сокровищница. Будет ли в храме Божьем приноситься жертвы хвалы? Помните женщину, которая была, которая пришла и разбила свой алавастровый сосуд, исполняя то, что ей было предначертано от Господа. Никто не взял ответственность. Но она исполнила пророческий акт. Она разбила свой алавастровый сосуд, помазала ноги Иисуса Христа и подготовила его к погребению. И ей было абсолютно все равно, что говорили окружающие люди о ней. Бог, Он ценит людей, которые берут ответственность. И сегодня бы я хотела с вами почитать об еще одной женщине. Это женщина, которая страдала кровотечением. И об этой женщине тоже говорят. И будут продолжать говорить. Потому что то, что сказал Иисус, в последние дни наступят времена тяжкие, будут землетрясения, глады и моры по местам. И это будет служить началом болезней. И нам надо с вами учиться у людей. И я сегодня даже себя где-то увидела, что я не хочу брать ответственность за решение той или иной ситуации. Легче переложить ответственность на кого-то, чтобы кто-то ее решал. Чтобы кто-то взял меня в заду руку, отвел меня к врачу. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей. И истощила все, что у нее было. И не получила никакой пользы. Но пришла в еще худшее состояние. Услышала об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде. Его говорила, если я только прикоснусь к его к одежде, то выздоровлю. И тача же иссек у нее источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезней. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился к народу и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя, и ты говоришь, кто прикоснулся к тебе. А он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, кто сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла. Пала перед ним и сказала ему всю истину. И он же сказал ей, джерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Вот такая потрясающая поучительная история. Я спросила себя, видела ли я человека, который страдал кровотечением 12 лет. Я хочу сказать, не видела. Потому что люди, как правило, имеющие очень серьезные диагнозы в жизни, они легко сдаются. не способны, наверное, сражаться. Должны быть определенные обстоятельства, чтобы человек мог победить себя. Когда я читала про эту женщину, я увидела, знаете, что я знакома с некоторыми такими людьми. И вот она мне даже немного напомнила пастыря Юлю. Потому что этот человек на самом деле здесь образ настоящего пастыря. Человека, который никогда не сдается. Ни при каких обстоятельствах. И дьявол, знаете, он знает, какую болезнь принести. Потому что, можете себе представить, 12 лет этот человек сражается и не сдается. Он тратит на это все свои деньги. Он теряет всех своих друзей. И он не сдается. и он цепляется за одну единственную надежду. За Иисуса. И она оказывается даже там, в этом месте, где он идет. Она берет за свою жизнь ответственность. Вы понимаете? Она не амеба. Не немощная какая-то. Это сильная женщина, на примере которой нам нужно учиться. Дьявол, он, знаете, ненавидит иногда женщин. И он ненавидит многих из вас. И приносит различные болезни в ваш организм. Потому что он знает, что если у тебя внутри, вот у этой женщины, и возьмем на ее примере, что если у нее было такое божественное долготерпение, она терпела боль 12 лет, она не сдавалась, брала ответственность, шла, то дьявол понимал, если такая женщина исцелится, если такой женщины не будет кровотечения, она будет рождать полноценных здоровых детей, будет рождать детей, которые будут учиться у мамы своей брать ответственность. Понимаете? Поэтому нам нужно смотреть, наблюдая за героями веры, которые написаны в Библии. И я для себя написала таких три простых пункта. Во-первых, я увидела, что эта женщина зрелая. Первое, она услышала об Иисусе. Она искала выход. Первый, самый важный пункт, который будет тебя поддерживать на плаву, даст тебе силы и способность выходить из любых ситуаций. Это всегда слышать об Иисусе, держаться за Господа, потому что в Боге есть выход. Второе, написано, что она посмотрела и убрала все, что ей мешало. Написано, что она истратила деньги на всех врачей. Она все потеряла, то есть у нее было много, что, может быть, еще ее могло отвлекать, но по факту у нее в жизни уже абсолютно ничего не было. Поэтому нам надо смотреть, есть ли что-то, что отвлекает нас от Господа, отдаляет нас от Его любви. Поэтому не зря было написано, апостол Павел написал, пусть ничто не разлучит тебя от любви Божьей, ни скорбь, ни чеснота, ни нагота, никакая, ничто не должно отлучать нас от Бога. Сегодня суд в Китае проходит с таким скандалом, потому что мужчина один женился на женщине, которая была модель. Просто конфет. И когда конфетка родила детей, дети не похожи на модель. Дети некрасивые, он подал на нее в суд. Потому что она сделала не одну пластическую операцию для того, чтобы стать такой красивой. Извините, но гены передаются. Она просто решила убрать все, что ей мешает, чтобы заполучить свое чудо. И третий пункт, самый простой, вы все это знаете, вы очень умные люди. это твои мысли. Твои мысли будут определять твои решения. Не твои слова. Знаете, сколько людей, которые так красиво говорят? Они так могут откровением поделиться. И так, и так, и так, но твое решение, твое действие определяет ход твоих мыслей. Куда ты движешься? Человек может красиво говорить, но его действие демонстрирует совершенно другое. Бог ищет людей, которые берут ответственность, потому что люди ответственные, их слова не расходятся с делами. Твоя жизнь двигается в сторону твоей самой сильной мысли. Все-таки как победить? Как победить? Или почему я не могу победить? У меня есть ответ. С чего все начинается? Первое. Возьми ответственность. Признай, что это есть в тебе, и это ты виноват. Знаете, очень многие люди пьют и говорят, я пью, потому что у меня галка такая там, или светка такая там. Это о чем говорит? О том, что человек не берет ответственность. И это можно применить абсолютно к любому пороку, который присутствует в твоей жизни. Я там не служу, потому что вы мне что-то сказали. Да что угодно ты можешь себе придумывать и пытаться каким-то образом оправдываться. Это демонстрирует только одно, что ты незрелый человек, и ты не берешь ответственность за свою жизнь. Ты просто болту. я просто всем сердцем желаю вам, чтобы вы переоценили себя, посмотрели на себя по-другому и захотели стать людьми, которые берут ответственность. Последние несколько мыслей. Вот какой для тебя Бог? И вот давайте вспомним молитва ученаж, да? И там написано, вот вы всей этой молитвой молитесь и говорите, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, на земле, как на небе. Но если мы посмотрим на нашу жизнь, а ты верующий на минималке, у тебя даже в сознании твоем не укладывается, что Бог настолько большой, что его царство может прийти и оно может быть на земле, как на небе. А верующие на минималке, боящиеся ада и просто мечтающие попасть в рай, они ограничивают Бога в своем сознании. Если ты ничего не делаешь, это не значит, что Бог такой же. Бог не такой, Бог большой, и Он хочет творить новое. Исход 14 глава. Моисей, перед нами человек, который имел большое призвание от Бога. И вот человек, который был призван в возрасте 80 лет. Многим из вас еще нет 80. Но вы уже устали. И вам очень сложно. И вы думаете, как бы зажить эту жизнь. А Он был призван в возрасте 80 лет. Понимаете, когда Бог обратился к нему, Он согласился. Он сказал Богу да. Сколько людей, я думаю, было достаточно много людей, с которыми Бог пытался заговорить на эту тему, чтобы помочь выйти еврейскому народу из Египта. Но я думаю, что было множество людей, которые были христианинами немалки, которые сказали нет. Да пусть там сами разбираются эти рабы. Не буду я с ними. Я когда читаю и думаю, Моисей, принц Египта, жил в роскоши, воспитывался, опустился до того, что проводит время с рабами, выводя их из рабства. Насколько это благородно и в то же время ответственно. Моисей человек, который предстает перед Богом и в то же самое время предстает и служит людям. Вот этот момент кульминации нашей с вами христианской жизни, куда Бог ведет. Бог призвал нас, чтобы мы, имея дерзновение через кровь Иисуса Христа, входили в святилище и могли предстать перед Богом всемогущим. Это наше призвание. И в то же самое время, обворачиваясь, мы опускаемся и несем служение этим людям. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. и они сказали, что мы сделали, зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали на нас. Смотрите, дьявол, его слуги, они будут заинтересованы в том, чтобы не отпускать народ. И сражение за твою жизнь будет происходить постоянно. И здесь, представляете, целый народ рабов выходит из рабства под предводительством Моисея. Фараон приблизился и сыны Израилевы оглянулись. И вот египтяне идут за ними и весьма устрашились и воззапили сыны Израилевы к Господу. И самое интересное, что когда они написано воззапили к Господу, обращались к Моисею и сказали ему, разве нет гробов в Египте, что ты вывел нас умирать в пустыне. Что это ты сделал с нами, вывезший нас из Египта? Не это ли мы самое говорили тебе в Египте? Оставь нас, пусть продолжать будем работать на египтян, ибо лучше было бы нам в рабстве и египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение. Господне посылаемое вам, которое Он соделает вам, ибо египтяне, которых вы видите, их вы больше не увидите. Эта история, 14 глава, она заканчивается, где Бог говорит, мы с вами молимся этим местом исписания по молитвенному пути. Бог говорит, Господь будет побороть за вас, а вы встаньте и будьте спокойны. Друзья, я увидела Моисея, я увидела рабов, которые разговаривают с Моисеем. Бог вступается за Моисея, но самое интересное, что диалоги у страха, у сомнения, они абсолютно одинаковые. Рабы которые вышли из рабства, они начинают философствовать и говорят, что гробов нету, что нас привел сюда и так далее, и так далее, и так далее. Когда есть страх, когда нет ответственности, у него огромные большие глаза. И вспомните эту женщину с кровотечением. Знаете, чем закончилась история женщины? Он ей сказал, вера твоя спасла тебя. Так вот, друзья, зрелый человек, это верующий человек. Как определить, есть у меня вера или нет? Я беру ответственность. Фараон через несколько стихов он растворится, их не будет. И так и в нашей жизни. Возникают определенные проблемы, возникают определенные трудности, гонятся колесницы, и кажется очень страшно, но твои мысли, куда они направлены, куда они двигаются, веришь ли ты Слову Божьему, доверяешь ли ты Моисею, который идет впереди? Или ты начинаешь философствовать и говорить, ой, гробов не хватает нам еще, мы же тебе говорили, мы же тебе говорили, мы же тебе говорили, пастор, ничего у нас не получится. Но Бог вступается за Моисея, и через два стиха фараон и его войско исчезает. Хорошо эта история происходила в реальном физическом мире, и она закончилась вот таким хорошим концом. Но сколько мы с вами не дошли, это путь в обетованную землю, это путь выхода из рабства, но сколько людей остались в рабстве, потому что они остались при большом своем мнении, пытаясь волосовствовать и говорить, я думаю так, а я думаю так, а я думаю так. И нам нужно научиться, так как говорит Слово Божье, полагаться и доверять Ему. Поэтому об этом я молюсь, и я хочу, чтобы вы выросли, и чтобы вы в своей жизни точно так же могли видеть эти картины, когда фараон со своим войском тонет, что все эти проблемы остаются сзади, а ты продолжаешь двигаться к обетованной земле к обетованиям Божьим, чтобы ты мог наследовать обетование так же, как наследовала женщина, которая страдала кровотечением, брав ответственность за себя, за свою жизнь, не сдаваясь, но полагаясь на Слово Божье. И я хочу, чтобы мы с вами могли вырасти и достигнуть вот этого зрелого возраста, стать мужами и женами Божьими. Аминь. Слава Богу.